Друзья, так как у нас в Дели все еще продолжается комендантский час или локдаун и несмотря на то, что в этот раз в принципе движение в городе не остановлено, нет блокпостов, полиция никого не останавливает и в принципе по городу перемещаться можно, также работают такси, работают рикши, велорикши, работают хотя и в сокращенном режиме метро, но в принципе так как все места все равно закрыты, то ехать куда-то не имеет какого-то смысла и поэтому в такой ситуации, так как невозможно куда-то пойти или поехать, я решила провести вам экскурсию по району, где я живу. Но перед тем, как мы отправимся на саму экскурсию по району, я хочу показать, что у нас видно с балкона. С этой стороны балкона вид открывается у нас на парк, а точнее на кроны деревьев, которые находятся в парке. И с другой стороны балкона вид у нас также открывается на парк. Прямо напротив нашего дома, вот там за поворотом находится мини-рынок, куда мы с вами сейчас и отправимся, потому что мне надо кое-что там купить. В Индии молоко можно купить в обычных продуктовых магазинах, но также есть, наверное, в каждом районе любого города, вот такие вот киоски от производителя молочных продуктов. И что самое интересное в этом киоске, то что здесь можно купить молоко у продавца, который находится вот в этой секции, в обычных таких пакетиках, но также можно прийти со своей тары. И в каждом киоске есть вот такой автомат, куда можно поставить бетончик и набрать молоко. Также у нас на рынке находится такой небольшой овощной и фруктовый магазин, который называется Сапфаль. В переводе с языка хинди это фрукты и это сеть магазинов франчайзи. Эти магазины популярны тем, что у них, во-первых, фиксированные цены, то есть там не надо торговаться, а во-вторых, очень дешевые цены. Но в то же время по каким-то причинам фрукты и овощи у них очень низкого качества. Конечно, иногда бывают и нормальные, но это очень редко и как бы надо очень сильно выбирать. Дыни все зеленые, очень жесткие и зеленые. Персики зеленые. Вот таких малюсеньких размеров продается капуста в Индии. Ее обычно срывают, когда она вот такая маленькая и по каким-то причинам не выращивают до привычных нам больших размеров. Максимум, что может быть, это вот такой размер. Максимум, что может быть, это вот такой размер. Максимум, что нужно делать. С Schluss. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну а здесь у нас находятся такие два магазинчика, в котором продается абсолютно все И обычно такого плана магазинчики в Индии называются Uncle Shop или магазин дядечки И они являются как бы аналогом европейского супермаркета Панир для бездомных собачек Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ричард с балкона наблюдает за моими действиями внизу Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Прямо напротив выхода нашего дома находится небольшой парк В принципе парк такой достаточно симпатичный и красивый Но так как в парке я обычно хожу именно с Ричардом В этот парк мы с Ричардом не ходим Так как вот в той стороне находятся дома И вот именно из тех домов постоянно выскакивает какая-то тетка Когда видит нас здесь с Ричардом И постоянно кричит, что она сейчас вызовет полицию Так как в этом парке с собаками гулять нельзя Хотя в принципе уличные собаки постоянно в этом парке гуляют Поэтому несмотря на то, что парк находится прямо напротив выхода из нашего дома Сюда с Ричардом мы не ходим А вот это напротив наш дом, где мы живем И мы живем вот в этой стороне Улица, на которой мы живем расположена в южной части Дели Именно южная часть Дели имеет сравнительно хорошую инфраструктуру И очень хорошо озеленена Именно здесь расположены самые известные большие парки Нью-Дели Также именно в этой части находятся торговые центры с известными мировыми брендами В других частях Дели также есть торговые центры Но в основном в них представлены индийские бренды Также именно в южной части Дели находится большое количество мини-рынков С магазинчиками, с импортной продукцией Здесь также очень много ресторанов и кафе с европейской и международной кухней Также южную часть Дели можно назвать сравнительно безопасным районом Так как именно здесь находится самая дорогая недвижимость И соответственно люди, которые здесь живут, они все достаточно образованные Они часто путешествуют за границу И они все занимают какие-то высокие должности Или имеют какой-то свой бизнес И поэтому здесь, во-первых, можно свободно и не боясь гулять после 8-9 вечера Улицы также здесь все очень хорошо освещены И в принципе местное население здесь вообще никак не реагирует И не обращает внимания на иностранцев И именно поэтому все иностранцы, которые приезжают по рабочим контрактам в Нью-Дели Все экспаты из европейских стран, из Азии, из Японии Они обычно все снимают жилье в южной части Дели Так как именно в южной части Дели иностранцы чувствуют себя более или менее комфортно А мы с вами пойдем дальше И вот мы прошли от дома буквально 3 минуты И опять упираемся в парк Давайте зайдем в этот парк Этот парк представляет из себя вот такую полоску длиной, наверное, 2 или 3 километра И вечером и утром здесь очень много людей, которые занимаются спортивной ходьбой И иногда сюда тоже я хожу с Ричардом гулять Но здесь есть много бездомных собак Которые не очень дружелюбны по отношению к Ричарду Поэтому иногда мы сюда ходим, иногда мы сюда не ходим Вообще всем паркам, которые находятся вблизи нашего дома Я дала название И именно этот парк я называю Длинный парк Вообще такое богатое озеленение улиц и большое количество парков Свойственно именно для районов южной части Дели Вообще в Дели и, наверное, во всей Индии Чем беднее район, тем уже в нем улицы Тем плотнее застройка И тем меньше в нем зелени И вообще отсутствуют парки Поэтому именно по степени озеленения И по наличии свободной площади Можно судить о статусе района в Индии А вот так растет эвкалипт Вообще эвкалипт в Индии Выполняет, наверное, роль сосны Или хвойных деревьев в нашей полосе Потому что даже вот находясь рядом с вот этим деревом Чувствуется вот прямо запах эфирных масел И прямо как вот какой-то холодок Какой-то ментол Так как сейчас локдаун В этом парке абсолютно никого И мне это очень сильно нравится Беседка И еще один эвкалипт Вне зависимости от статуса района Наверное, не только в Дели Но вообще в Индии Очень плотная застройка домов И обычно дома строятся вот так Стенка к стенке без промежутка между ними А вот это растет банан Вот тут с левой стороны С обратной стороны забора В обычное время, не во время комендантского часа Здесь по субботам всегда проходил овощной рынок И у меня на канале есть видео С вот этого овощного рынка Сейчас, к сожалению, он не проходит А вот там вот через дорогу И за красным забором Находится колледж отельного и ресторанного менеджмента ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь рядом с длинным парком, как я его называю У нас находится школа За вот такой высокой оградой Но здесь даже не одна школа А они вот так в ряд В ту сторону стоят Наверное, 5 или 6 школ И да, в Индии обычно школы Огорожены вот таким высоким забором И просто так на территорию школы Попасть невозможно Вообще все дома, которые здесь находятся Это частные дома Например, застройщик Частное лицо покупает землю Строит вот такой, допустим, дом И потом в этом доме На каждом этаже живет его семья Либо какие-то этажи Они могут продать Как квартиры Что же касается стоимости Жилья и аренды в этом районе Стоимость трехкомнатной квартиры Например, будет начинаться От 250 тысяч долларов и выше Все будет зависеть от состояния квартиры Насколько она современная А аренда в этом районе Опять же, трехкомнатной квартиры Стоит от 500 долларов и выше Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Помимо крупных парков в нашем районе Есть также вот такие Маленькие и уютные Секретные дворики В Индии не заведено гладить одежду дома И поэтому на каждой улице Есть вот такие вот точки Куда обычно люди Приносят свою одежду И где вот такая вот женщина Ее гладит Обратите внимание на утюг Это утюг на углях И конечно же Мое самое любимое место На нашей улице Это, как я его называю Большой парк Судя по небу К нам приближается циклон Буквально 3 или 4 дня назад На восточное побережье Индии Это где Бенгальский залив Обрушился циклон И по всей видимости Вот сейчас он идет к нам Но, конечно, уже Не с такой силой С какой он обрушился На побережье Кто-то в большой парк Нам подбросил Вот такого вот паренька Я как раз ему вкусняшки принесла Немножко сухого корма Да Добрый такой Добрый совсем пёсик Добрый Добрый мальчик И какой он худенький Прямо живот впавший В центре нашего большого парка Находится вот такое декоративное кольцо И весь парк разбит на 4 части В этой части или в этой зоне Находятся тренажеры А также эту часть подростки используют Как поле для игры в крикет Или футбольное поле Эта часть используется под детскую площадку Эта часть благодаря вот этой красивой беседке Или павильону Подходит больше для медитации И каких-то практик йоги Ну а в этой 4 части нашего парка Жительницы нашего района Установили вот такие специально для себя Немного уродливые скамейки Чтобы здесь вечерами собираться И обсуждать последние новости Несмотря на то, что мне очень нравится этот парк И не только мне, а и Ричарду Но сюда мы приходить гулять не можем Так как, когда здесь находятся люди Они всегда что-то комментируют Всегда просят нас уйти А здесь практически всегда есть люди Ну и последний крупный парк нашей улицы Это вот этот парк И я его называю грязный парк Хотя на самом деле он не такой уж и грязный Но так я его называю Потому что его очень редко убирают Так как он находится с обратной стороны домов Не с фронтальной Здесь никогда нет людей Почему-то люди сюда не приходят И поэтому его убирают тоже очень редко Очень редко стригут траву Очень редко его чистят Но хотя сейчас, буквально два дня назад Его вот привели в порядок и почистили И именно в этот парк Мы каждый день приходим гулять с Ричардом Потому что хотя бы здесь Никто не комментирует Что я гуляю с собакой Все, начинается гроза И по-моему мне надо заканчивать экскурсию Потому что сейчас пока только летит пыль и листья Но скоро я чувствую, как ливанет, как пойдет дождь Поэтому все Надеюсь, вам понравилась моя экскурсия небольшая И я побежала домой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok